Ракея, это же давно было. В старом Казахстане. Зарплата какая у тебя? Это тебе не истории сыснимать, да? Я думаю, что есть надежда, что все-таки сдвинется, да? Примерно ты же понял, что тебя ожидает впереди, да? Не особо такие вещи мы всегда стараемся распространять, да? Всем привет, друзья, это подкаст «101. Друг Шайекина». И сегодня у нас в гостях. Я начинаю улыбаться сразу же. Наш друг, брат, действующий депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан. Берденов Руслан. Ракея, большой-большой рахмет. Мнгдабар рахмет. Кельгин-мебегун. Уахтполь. Очень тебе благодарен. Мы планировали с Ракея провести этот подкаст на казахском языке, но так как у нас очень много аудиторий смотрят с Кавказа, с Узбекистана, с Кыргызстана и со многих стран СНГ, мы решили этот подкаст провести на русском и на казахском, сделать микс. Ракея поддержал. Поэтому большой-большой рахмет. За что я Руслану благодарен. В прошлом году, в апреле месяце, был наш самый первый пилотный выпуск. На тот момент его приглашали очень много куда. Очень разные агентства, ассоциации и так далее и тому подобное. Ракея набрался смелости и пришел, поверив в меня, можно сказать, поддержав меня, оказав мощную поддержку, пришел ко мне на пилотный проект, самый первый. И если вы посмотрите все наши видео с самого начала, то самый первый выпуск был как раз с ним. И тогда очень много было комментариев. До сих пор его рекорд по просмотрам в Ютубе на нашем канале не побит. Да, к тебе подобрался только так, более-менее близко, это Кайрат, компания Сергек. Но и то, я так, зрителям будет интересно. Там в основные такие комментарии. Ой, ты балас, понаставил камеры там и так далее. Но и такие тоже комментарии есть. И Алмаш Жали, наш молодой предприниматель, ты его очень хорошо знаешь. Вот это те два человека, которые к тебе подобрались, но твой рекорд не побит. Правда. Поэтому, Ракет, тогда все просили вторую часть, потому что на тот момент, будем с тобой честными и искренними, то что... Все летко-звездно, нормально? Сейчас, брат. Там очень мало тогда времени. По-моему, мы даже до часу, да, не дотянули. Но тогда, представляешь, это первый кейс. И вот мы начинали. Потом ты приходил, мы вместе проводили новогодний выпуск. Тимур Турлов. Амархан. Ты, Амархан Умар. Да, и сегодня уже в статусе депутата Мажелиса. Мне, я рад тебя приветствовать. Рахмет тебе огромный. Ну, давай, теперь, чтобы я там долго и так слишком долго говорил. Первый вопрос. Депутат Болу Халайкин. Оңай жимус па? Депутат Болу Халайкин. Охып, сөйтіп жүрміз. Сол бір жерде, қызық нәрсізе оқыдында, биліктің, біздің, бабаларымыз айтады, биліктің басы қуаныш, ортасы жауапкершілік, соңы өкініш. Неге басы қуаныш бағанағы? Би-боптаға ендаласын, кәзіргі тілмей айтқанды депутат боласын, әкім боласын, министр боласын, қуанасын. Себебі әр адамның өзінің бір амбициясы болады, арманы болады, мақсаты болады, соған жеткен екен қуанасын. Вақыт өте, сен оның жауапкершілікін түсінесін. Ол оңай жауапкершілік емес. Үлкен жауапкершілік. Үлкен жұмыс, оның үстіне бүкіл қалқы саған қарап отырат, бүкіл кемшіліктерді сенен көрей бастайыд, сенен сұрай бастайыд, сен жауапкершілікті түсінесін. Ал соңы өкін іштейді, себебі әр бір саясатта жүрген адам, билікте жүрген адам, өзінің уақыты келген кезде, жұмысын тоқтатқан кезде ол өкінет. Неге өкінет? Неге мен бір бастаған жұбамды қалқы үшін соңынайдын жеткізе алмадым? Неге мен анау жақта дұрыс жұмысы жасай алмадым? Неге мен анау жұбаны дұрыс соңынайдын жеткізе алмадым? Деген сияқты ойлармен адам өкінет. Бізде бірінші этап өтті. Біз республика партиясы ретінде жаңадан құрылған партия болып, тіркеліп, сайлау алды, бүкіл қағастанды жүріп, өзіміздің ой өрісіміз, өзіміздің мақсаттарымыз, өзіміздің армандарымызды қалққа жеткізіп, дауы шина парламентке өтіп, біздің партиядан, алтадан парламентте депутат кәзіріктанда. Біз қатты қуандық. Бұл енді ол бірінші қадан болғаннан екен қуандық, ал екінші қазір этап ол жауапкершілік. Қазір әрғайсымыз жауапкершілікті түсініп, мұсалы кейбір адамдар ол жауапкершіліктен сын қалады. Себебі оңай емес, елдің көзінде, елдің алдында жүріп, елдің сыңын, әртүрлі проблемаларын көріп, сонда енерсені көргеннен кейін жауапкершіліктің жүгін түсініп, қаншалықты ауыр жүріп оғанын түсініп, омен арғырай өмір сүру ол оңай енерсен емес. Сол үшін қазіргі таңда екінші этаптамыз. Ал Құдай қаласа барлығы біткеннен кейін, барлықна сен бір соңын болады, соңында өкін бейтінде жұмыс жасаймыз деген, соңында бір не еттеміз. Енді аталарымыз айтат әрбір біліктің саясатын соңын өкінш. Сол трендті ауыстырамыз ба деген не еттеміз. Өкін бейтінде біздің уақытта бізге берілген мүмкіншілікті дұрыс қолданып, еліміз үшін, жеріміз үшін, халқымыз үшін дұрыс үшіміз седік, дұрыс үшіміз татқардық, дұрыс қызметімізді бітірдік деген, соңында бір оймен айықтайымыз ба деген не еттеміз. Әзірше осы. Өт өкішті. Бұл тары ең бірінші рет келгенде біздің студиямызға, ойладың ба депутат болам деп, политика барам деп, ой болды ма? Нет, нет, раке, мы как бы, меня же пригласили последним, по сути, вот у нас 8 сопредседателей партии, сооснователи, сопредседателей, и вот я буквально, я и Нурлан Каламбаев, мы как бы вошли в этот состав последними. Мне когда предлагали, я первый раз вот Сарымбек подошел, говорит, такая вот партия, давайте вот. Сарымбек тау. Да, Сарымбек тау. О, күрет, раке, күріңіз, келіңіз, бастайық. Мен айттың, мен саясаттан алсадам бұн. Стандартно, сіздеге сұлайы тасқой, сізге деке сөм жоқ. Не, у меня это я не люблю, күстен. Да, я, мен бизнес-ді жүрің, деген. Менде де сондай ой, мысалы, бұрынғы өмірімді қатты сағынып жүрім, шынды айтайын. Себебі, шетелге барасын, көп шетелдік бағына, командировка бар, не бар, сапармен көп жүресін, көп жер көресін, ел көресін. Мен өз басыма, өзіме сол, сол кездер бір план қойып қойғам. Жылына 6-7 жаңа мемлекет көрім керекпін. Осы 5 жылда мен 120 мемлекет көрі керекпін. Жер шарында 196 мемлекет бар, со 196-ғын 120-ғын мен өзіме бір белгілеп қойғам. Қайжықтарға барам, әр жылдың басында өзіме план құрам. Мұсалы, нау мемлекетке барым керек, осыны көрім керек. Өмір бұл ұрамы керекін елкен керек. Мұл ұрамы керекпін өзімен елкен кат, др. У меня такая очень хорошая комфортная жизнь был омап. Здесь политика. Я говорю, да нет, еңі, рахмет, я буду своими делами заниматься. Это когда было? Какой месяц? Ну, буквально, вот, это было после Нового года, буквально, примерно. Почему? Я спрашиваю. Да, да, январь. Осенью мы были в Танзании на рыбалке. Да, да, да. Бардык кой. Да, да, да. Джанг Ажолдин Алдында, Тимур Джанг Ауэзим Зайтипкет кой, Амерхан бар. Да. Подкаст цёдок. Огэзди, бирсэйз боганчёк. Я, огэзди. Ой боганчёк. Огэзди. Намёк боганчёк. О, джетті ұйықтап, джетті рет үсімде көрмейтін нәрсе, ол, ол, енді Сырынбек тау ек рет келіп айтқаннан кейін, ақылдасатын адамдарым, мен ақылдастым, мен ағаларым бар, оның үшінде сіз бенде ақылдастым есіңіз, деп олса. Да. Өзімнің, маған, ақыл кенгес беретін адамдарымен ақылдаса келі, олар айтты, осындай мүмкіншілік туып тұрса, сендер сендер кімістейді. Кәзіргі елдің жағдайын көріп тұрсындар. Президент темболе дөт шанс проявить свою работу. Такого не бұл. На самом деле, сейчас бұрындар білестер, парламентте тек қына бірақ партия баңағы, өзіміздің ақсақалдар, кәрілер, жастарды жақындатпайтын бір жер еді ғой. Ал енді қазір жастарға осында жол ашылып, осында мүмкіншілік берілгеннен кейін, мен айтын жарайды, біз білгенімізді, көргенімізді, елімізді өзгерте алсақ, дұрыс бір жаңалықтар, дұрыс саңдар қабылдай алсақ, онда көректеп бардық. Бұлағырғында көбісінің аңсайтын жері, мен білмеймін неге олай, бірақ біздің елімізде депутат болуы деген өте өлкен қызығышылық таңытатын бір орын, барлығы өлейді, депутат болсаң күшті болады. Кәзірдің өзінде бұрында маған айтатын, баламның тұсауын кесіп беріңізші, ауызына түкіріп беріңізші, үлкен бизнесмен болсын деп, кәзірді маған айтатын депутат болсын. Депутат ол өте жауап кершілгі үлкен, бірақ бір жағынан сен депутат болып дұрыз заң қабылдай аласын, бірақ сен оны жүнде алмайсын, қолмен жүнде алмайсын, бізге көбінесес ол әлюметтік проблемалар дайтады, неге жалақын көтермейсіндер, неге ауылда жол жоқ, нажақта су жоқ, осы нәрселерді енді қиналып қаласында, халықтың алынан бана жауап кершілікті түсініп, кейгізде жауапта бері алмай қаласын сұраған нәрселеріне, себебі сен проблеман көтересін, бірақ оны шешетін, оны сүтейтін өкіметті, сұлышын бірақ правитесті өкіметті, қазіргі таңда мы очень тесно работаем с министрами, вице-министрами, у нас каждый день разные комитеты, разные встречи, и мы требуем от них. Раньше тоже говорят так очень аккуратно, сейчас все открыто, на самом деле министры готовятся к нам, когда они приходят, мы побажек не даем, мы с ними аккуратно не разговариваем. Мы требуем, да, по делу, конечно, без в рабочем порядке, без всяких этих, мы прямо спрашиваем, неудобные вопросы задаем, требуем, потом отслеживаем, потом обратно, такая работа идет. Солышын, енді, арене, бұрынғы комфорттан шықтық, бірақ, маған, унавы жатқаны, өзгерістер бар, өзгерістер бар. Сейчас мы кинем зайдем. Да, өзгерістерге оның септігін, жалпы дұрыс депутаттың жұмысы, ол дұрыс өзгерістеп, соны көзбен көрсе, ол сол бақытты болады. Да. Сол ең үлкен бақыт, мысал, бизнес-ті бір жобаңын жасап, ақшатапсан бақытты боласын, жобаң жүзеге асып, елге пайдасынап келіп, өзің де бағана бізнес тұрғысынан окупаймысты, ақшатын тауып сүйтчатсаң, қуанасын, ал саяси жұмыста өзің бастамаларында ол еңгізіліп халққа пайдасын ежатсаң, сол кезде бақыт сезінесін. Онда бизнес-ті біріптастайық кәзір, да? Да, давайте. Бір сұрап пар. А когда человек выходит на государственную работу, он должен передать в доверительное управление по законодательству республики Казахстан, да? Он не имеет права заниматься бизнесом. Ты бизнесом сейчас не занимаешься, только политической деятельностью, общественной деятельностью, да? Это же общественная работа. Да, это общественная работа. Ты кому-то передал доверительное управление. Да. Насколько, как ты нашел этого человека? Нет, у нас как бы целая команда, она и была, я как бы, я не искал, у нас в целом изначально была наша команда. И я потихонку уже отходил от операционки. Уже, ну как бы, с 18-го года мы это поэтапно начали. И я примерно вот с 20-го года я уже как бы занимался стратегией. В основном стратегические вопросы, как бы. Вот я занимался стратегией от операционки. Я уже на том этапе уже решил то, что надо отходить. Потому что, когда ты в рутине, нету развития, нету новых проектов, нету видения и так далее. И, ну, слава богу, у нас есть хорошая команда. Я безболезненно передал все дела. Плавно. Плавно, безболезненно. И, как бы, я думаю, наши ребята справляются. Справляются? Я вот и хотел спросить, как они? Не чувствуют? Конечно же, иногда говорят, там, на каких-то встречах вы должны быть и так далее, и так далее. Но я думаю, они справляются. Потому что я вижу результат, я вижу новые проекты, я вижу, ну, такие прорывные, интересные проекты из-за этого. В принципе, в этом плане, конечно же, как бы, я больших проблем не вижу. Почему я спрашиваю? Там команда справляется. Перед Новым годом, когда мы все разговаривали, у тебя были, ты подводил итоги за 2022 год и говорил о планах на 2023. Помнишь, да? Да, помню. Ты еще так рассказывал о них, мы так сидели, слушали. Было очень приятно, были очень большие амбиции именно в бизнесе, да? И получилось, я хотел плавно вернуться дипломатично к Сарамбеку, который тебе после Нового года предложил. Ты со всеми посоветовался, принял решение, и вы поехали по региону, правильно? Да. Практически все регионы объехали. Да, да, все 20 лет. Ты это все увидел когда? Да. Примерно ты же понял, что тебя ожидает впереди, да? Настроение не упало? Нормально? Не, упало. Да? Даже, ну, было такое, умытым дождым, кейберный след куру. Да, да. Возьмите. Здравствуйте. Возьмите. Сейчас тренд, все друг друга хаят. Кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то этот. Наши журналисты, даже народ. мы кого-то очень быстро любим очень быстро ненавидим как бы вот этот тренд бы убрать потому что на самом деле очень много проблем как-то мы с маргланом марлана с ним разговариваем говорит чем беднее народ они обсуждают глобальный глобальную политику того же трампа байдена там гео геополитику это не зря же народе разные шутки про таксистов до самые самые большие политики это таксист чем беднее народ он он обсуждает геополитику нам от этого надо отойти у нас на самом деле столько проблем начиная от наших вот этих туалетом заниматься да там просто элементарно город туалетов до больших инфраструктурных проблем нам надо и вот это решать как код кезинги япония допустим войны холая бархалка барыгап ультенную зерня макс от торговых соужил даже колонного южная корея да как они это сделали за короткий срок как они этого добились как сингапур как дубай а это я сын куб да улор колония седа без нигде солнце алматы осны к скалахта артур но анекдоттар да бар бар был бидуин у них была нефть про эмираты да про эмираты да где наш этот бидуин как бидуин солшин эсекты койып она хайпты койып бір муддемен бір идея мен біз дюжуымыз керекпіз бәлкім менде мысал кәзір бір тоғыз он эртүрлі тема бар соның біреуы ұлттық идея біздің елімізде ұлттық идеяны жоқтығы мысалы барлығымызды бір мүддеге койатын бір жол жоқ кәзір жастардың ойы басқа жақты ортабуының ойы басқа жақты кейінгі бұының ойы басқа жақты бір мүдде бір идея бір стратегия жоқ енді тұрсы жатыр әртүрлі баңыз жаңан қазақстан де жатырмыз әділетті қазақстан де жатырмыз енді бірақ сонда да оның жұмысы дұрсақты атқарылмай жатыр вот мы были в китае парламент пенбарта я видел были в китае да вот они да у них тоже проблем очень много но вот за последние 20 лет китай вы вывел получается из бедности 800 миллионов своего населения 800 миллионов это ну почти миллиард половина их населения это бешеная работа это нереально вообще да вот в таких масштабах это была госпрограмма и сол госпрограммамен олар джүрді мысалы бреуне сурасы біздің мен біз кедейміз біздің халкымыз кедей біз осы 15-20 жылда орта буынға вот сейчас у них новый этап новая стратегия каладе волейс они на сто лет поставили стратегию вот они рассказывали про эту стратегию и новая стратегия гласит так господство в мире серьезные амбиции очень серьезные амбиции очень господство в мире во всех сферах во всех во всех без исключения но ну карайтын болсан олар он стит стела на 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 тюрмен стит на на тюрмен олар он стит да бізде сондая бір мүдде жоқты бізге сону койу керек осындая 2030 дедык бағана отцы мемлекет тамыға мемлекетке кремиздет екін елуге аустарды о стратегия рашкам 7 бит ертега даже давно был да ну как бы в старом казахстане да янт козыр вот нам надо такую идеологию сделать чтобы каждый из нас начиная там от садика дуду до пенсионера чтоб за одной идеей сал америка до american dream все они говорят вот это американская мечта они вот за вот эту идею вот кончилу года они они идут и в принципе это работает да у них есть проблему каждого там на и свои проблем но вот сделал основу жоқты но кайлат доехала мы сейчас к этому подойдем все представляешь и тут заходишь ты избрался депутатом мажилиса первый раз в стены парламента первый раз зашла ну как интересно сначала непривычно было интересно конечно но за ангдар халай халданат пугуль жены все вот процессы процедуры мы мы видим мы внутри этих процессов очень интересно мы можем констатировать факт что ты вышел из зоны комфорта да правда одна основа чего стоит ты переехал туда мы переехали туда погодные условия я сам как бы южный парень жил в чимкенте в алмате алматы алматы да тарган адам астана борцовал это отдельный стресс был более пристрессы свебу книги осны алматы ну ауара я бездан таби гатты кури астана нынджель дельмит мы салки азара алматы час на футбол я не дюймус я и астана да мы уже плащ тар плащ польта мен дюймус да хотя уже конец сентября да и кардан из шат астана доказать уже конечно же это это новое место тем более такая новая работа и когда ты всю жизнь занимался бизнесом и идешь на госслужбу как бы конечно это 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 отдельный стресс но меня вдохновляет другое то что мы можем не надо говорить да каоскобусы кобсулейду бізде ахыл деду кобрында ахыл айтасын осыны битру керек неге бұлай емес алказме мұны возможности сей енді сону өзгерт сол жерде жүріп өзгерт ол мұздан келсе жақсы өзгерстер соларын басында тұрға сол бір хуаныш сол шын мен еш өкінбейді өкінбейм сөбебі әр бір өмірімнің бір этапы олмаған қызық болу керек жалпы адам баласы зоны комфортадан шығу керек зоны комфорта болды ма ол жерде даму болмайды орында тұрған су да сасиды сол үшін мен үшін ол жаңа бір этап жаңа бір қызық этап қаншама қыншылықтары болса да маған өте қызық бастыс ол бәріміз көрдік екі айдың үшінде жазғы каникулдың алдында парламентті парламент жұмыс бастап сол кезде сен үлкен мәселені көтердің бір ең үлкен мәселе біздің қалқымызға мемлекетімізге белгілі мәселе соны өзің айтып пересең мен мен браншот мой мой первый деп запрос это был от проудаманье да про азартные игры вчера мы слышали уже новость то что в актюбинске 23-летний парень покончил жизн своей суицидом потратил последний зарплату потратил зарплату отца который был день рождение юбилей и так далее ну как бы атаналарына көңіл айтам бірақ мен күнге осында хаталым бұл күнде күнге күнге мен шын дәйтсам кәзір ондай жаңалықтардан таңғалмейм бұл бәлкім 20 болған бір жағдайдың бүреуің ғана шығарды да кеше мен күніне мен әрқашын дәйтам 8-10 хаталам осында кеше ағам қайтыс болды күйом өз өзіне қол жұмсады акем қайтыс болды көмек берің іш осында осында кешегінің өзінде мен төрт хаталдың мен осында өзінің инстаграмында репост жасадым сол жаңалықты кеше төрт хат келді кешке кештінің өзіне төрт хат келді менің досын өзіне қол жұмсады менің әрптесінің өзіне қол жұмсады тағы да бір кісі жазды осындай соңға ақшамды бүгін 7 миллион қарызға алып отылдым менің анамның есімі осындай менің айелімнің есімі осындай екі балашығам бар мен бүгін өзіне қол жұмсайым деген хаттар маған күніге келеді осы мәселені соңайдың жеткізіңішші осы мәселені бір үніктесін қойыңышші өтініш сіздерді жабыңышшы деп тағы да азында бүгін қаталдым нау латаматиктер бар біз құмар ойындар деген кезе көбінесе ұмыт көтеміз осы нау сәтті жұлдыз компаниясы қанчама халықтың қасыретіне қанчама халықтың өліміне әкеліп жұтықан компанияның бір латаматиктар әрбір дүкенде әрбір аялдамады әрбір жерде ауылды жерліде өттек қаптап өткен көп сәтті жылдыз деген бізде монополист компания бар солардың қойып тұстаған латаматиктері содан бүкіл ақшамды ұтылдым барлығының өлімге апаратын жолы бір ақшасын ұтылат қарыз алат достарынан онында ұтылат одан кейін микрокредиттық үйімдардан кредит алат күніне үш пайызға берет жылына мың пайызда насат болардың кредиттері сонда кредитке баратты а соңында болып мен қарыз бұн мен бұл қарыз жабалмайым мен өзізіме қол жымсаим деп осындай хаттар дине түршігетін хаттар күніге келет сол үшін я поднял эту проблему даже вот на странице мәжелеса что я заметил по просмотрам вот это видео мой мой деп запрос хотя это мой первый деп запрос как бы не неопытные люди читали с бумаги волновались потому что тоже все транслируется онлайн да 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 по всему кастану ну там отдельный свой вайб да ты волнуешься люди смотрят твои коллеги каждый из них там ельден бедельда азамата дегендей вот это мое такое видео она до сих пор по моему видел по просмотрам на первом месте за всю историю всю историю страничке мәжелесе но не было таких просмотров это показывает что показывает то что реально эта проблема существует и она глобальная для нашей страны в начале месяца глава государства провел совет безопасности и именно по этой проблеме я думаю что есть надежда что все-таки сдвинется да да президент нас на аузына аузынан шықты был проблему да был проблему президент президент кеде жетті бұны вете өлкем бір проблема ретінде басы байты инда осы данкин шын дейтсам менде бір умыт пайда болды осыгандыр туры шаралар холдан латты енумет мы сейчас ожидаем законопроект об азартных играх он должен зайти вот уже в течение этого месяца и я в этой рабочей группе мы уже сейчас коллегами обсуждаем кто будет в этой рабочей группе потому что лобби знаете очень большое за ними стоят но непростые люди это все мы понимаем потому что обороты большие деньги большие там крутится и мы хотим выбрать таких коллег наших которые не будут завтра как бы стрессовать из-за разных инфоатак и так далее так далее потому что мы это сами видим вот я постоянно вижу есть любимчики разные интернет ресурсы которые любят меня они открыто спонсируются этими компаниями как бы я у меня весь материал есть но без имен да да я сейчас я их тоже понимаю как бы они сейчас свои души продают за деньги да эти букмекеры им дают деньги они хотят как бы пытаются очернить нас ну это же было ожидаемо мы были готовы к этому морально лига мне мне сказали мне вот знающие ребята когда я поднял проблему сказать руслан ты завтра будешь и геем ты будешь и таким ты будешь и другим ты ты себя будет разный проект про тебя будут разные новости ты будешь шоке привыкай до привыкай готовься готовься разные люди будут приходить предлагать разные вещи это все я вижу провоцировать провокация есть за деньги то что там какие-то моменты и я все это вижу это это в процессе вижу но мы были готовы из этого как бы есть цель все остальное для нас как бы неважно потому что халк на иголе гушен б зоса на сон на дни жетку с герпс б зде б максат на зоса но будем надеяться что все решится самым наилучшим образом максимально все что вы планируете чтобы все получилось желая в этом вопросе сам от себя как человек как гражданин нашей страны желаю успехов даже ну как бы если абстрагируется от того что мы с тобой друзья я понимаю что это это реальная проблема ее надо решать это болезнь ее надо лечить в корне грубо говоря ну тогда возвращаемся назад вот летом я так понял мы с тобой съездили на балхаш да все остальное время ты тут опять гонял по казахстан грубо говоря да это обязанность ваша ездить по регионам до во время каникул ар депутат узнан барат на регион дар бар как бы должен не должен он должен как бы это обязанность или это желание я честно как бы не знаю насчет других депутатов у нас обязанность почему потому что мы новая партия по первому нас очень мало 6 депутатов 20 регионов если считать большие города да мы должны объехать потому что мы как бы наш первый этап первая работа наша первый как говорится каникул логично да в кавычках каникулы и соответственно мы между нашими депутатами разделили наши регионы и каждому депутату там минимум по 4-5 регионов когда мы распределение делали я взял 7 регионов не то что дали потому что у нас есть и девочки мы же не будем же наших там надо вести динара шукижанова есть наумова динара есть нургультау арест нубан балаша раз барли гендей мы не стали их сильно напрягать они тоже взяли очень много регионов самом деле из этого для нас это обязанность для нашим для нашей партии для наших депутатов а для остальных я не знаю но каждый депутат как минимум посетил 2-3 регионы каждый депутат 98 депутатты аэр кайсысы минимум екш региона барды ну и спикер даже приезжал я видел біз спикермен бірге түркестан облысында на сайрам ауданда болды я тоже там был как бы біз спикер да жүрді түркестан облысында біра жерге барды біз сайрамда бірге болдық мен арығыра басқа регионы кеттім олар қазғорт ауданына кетті спикердің өзі біразырген дауарлады ол тауда болды мен қателеспесем тағы да басқа региондарда болды соғышын ол кім болсаң да депутатсын ба сен ол чүмісті стеуын керексін халықпен кездесу керексін ше біра біз ракъл кетті біз сәрағын керексен халықты міжан кетер é Earlier біз и саны кеттім олар үрліілі кі bourус қасада кеттігі үріп балдай мыпапы Қан Олімады Түқ үрліп балдаймы attықе жабда қазір 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 екен хотят как бы нормальный уровень зарплаты инфраструктурные проблемы сужок и рожок свечок желжок осу проблем нет жалпы у меня в инстаграме я тоже сделал как бы по зап как бы вызвано аудитория момент я сделал и я вывел топ-10 проблем визу на instagram надо коп кодин кандай проблеммарь козыр казаистан да сону онын таңдап мен барлыгын жалпы онышын не лудомания да креди онышын де бана утиль сбор риге бана первая регистрация деде первичная регистрация сол да креди енді көп халқ содан зардапшек жатыр дұрыс кол кола алмай жатыр біздің көліктерге баңағы көл жетінде көліктер болмай жатыр сон айтып жатыр И вот теперь настоящее отношение к школе, настоящее место, медицина, рабочие. Обычно я овожу проблему Fridays на инстаграм. Но което из строительства есть одна история и после современных применения. Первый образ — это хумар ойн. Кои люди их будут сидеть во время времени. Они получают зарплату и всю зарплату. не только всю зарплату еще в долг берут, они тратят на вот эти лохотроны, как в народе говорят, и на эти букмекерки. Су-маселеси нет, а шығыш шақта көкен бағысқа жаңадан пошлина койылды, мы семечкене можем продать экспортка. У нас такой огромный потенциал на Востоке, оны енді кәзіргі ауыш-аруашылықта жұмыс жасап жүрген адамдар қолындағы бар нәрсені саталмай отыр, себебі 20 поезд пошлина койылды. Сондай-сондай проблемалар. Әр регионы өзінің проблемасы бар, экология проблемалары бар, тазалық проблемалар бар, бірақ кәзір менше, менің өзінің ойым, әрине бізде әліметті проблеме көп, Montсырар Started Asian Emir Льштын Bike с sosoch неудар і surgeons' іспешік істің күйіпhat pessoal жүрген дәңіздің бізде Турсанан қараб жүрген адамдар т Polski жүрген адамдар, sana бар, арасы өзіне, біре біздімдімді г grandpa уйм, Бір әрек үргені сам қаймын Тұicism AFRдыยың, біздімдімдімдім. Ана тұрдай! Ана тұрды сүрген айлардай? Сінгапуре жүрген безжуасты. 500 долларов соушен сингапур сингапур вот я я думаю в казахстане какие-то такие меры тоже надо делать потому что везде мусор особенно мусор наших вот этих курортных местах наших где где природу ну знаете нашего устраивает пикники оставляет весь мусор там вот какие-то жесткие меры нам надо делать везде мусор везде скажи пожалуйста instagram помогает тебе для твоей работы в парламенте как относится к этому твои коллеги потому что я понимаю что по соцсетям ты один из самых активных мы жились и ну по-моему нет больше никого кто может с тобой вы не часть меня есть тоже давлет мукаев как бы у него я не знаю по моему 2 миллиона что ли подошли от и чего да ну как бы у давлеты из своя очень сильная аудитория как бы есть ренад заитов да тоже он как бы активный конечно помогает очень мой контакт прямой контакт мы сразу как бы по сути то что некоторые государственные организации тратят на вот эти соц исследования да там миллиарды мы мы это можем вот так да опрос 24 часа сразу же получить собрать мы видим тем более как бы у меня активность очень большая stories и просмотры да да всегда же у меня в принципе всегда инстаграм был очень активным сейчас 50-60 тысяч просмотров у меня за один каждый один stories до и месяц я тоже смотрю там два-три миллиона заходят ко мне очень активный инстаграм несмотря на то что у меня как бы не немного подписчиков 150 тысяч подписчиков конверсия хорошая версия очень хорошая соответственно конечно помогает какие-то вопросы какие-то опросы мы сразу это делаем потом обратно же оповещение какую-то проблему чтобы люди знали у нас же элементарно проблема наши государственные органы не могут нормально что-то довести до людей вот условно делаем мост по альфа-раби да ну никто не знает график хотя они пишут как бы они пишут у них там выставляется это но не доносится нету работы с блогерами потому что мы должны понимать то что наш народ сейчас очень сильно привязан к соцсетях очень очень сильно это как бы даже в мире возможно мы там в лидерах по использованию соцсетей соответственно мы должны и новости и оповещения делать через соцсети они вот так просто по стареньке выставил на сайт да там написал свое обращение все такое не сейчас уже другие подходы работают из-за этого конечно же помогает парламенте есть активны да я возможно один из активных даже как бы какой-то рейтинг был я вот где-то читал и и там я там на втором что ли я обиделся конечно почему не на первом так что да есть и но более того сейчас интересный до лет он постоянно какие-то вещи онлайн он включается телефон там иногда бывает такие прям серьезные совещания онлайн все выходит на прямой эфир и показывает своим своим подписчикам я так не делаю как бы я не не совсем же у меня это все как бы органично да у меня нет такого подхода я каждый месяц должен там что-то делать у меня нет медиаплана у меня нет даже мобилографа условно там все говорят почему нет не хочу для меня сам да то что что я делаю делаю сам за этого это очень помогает и я думаю это правильно но он тоже молодец ну это его направление давлета конечно конечно я же зло у него у него очень активная своя аудитория он как бы и он двигается по своей тематике он и до депутатства у него вот он поднимал жилищные проблемы он поднимал проблемы студентов где они будут жить кто-то вот эти общежития и так далее так далее молодые семьи финансовая грамотность и он по этой тематике как бы продолжает свою работу понял все понял что инстаграм помогает ну как с бытовыми условиями расскажи если не секрет там так двух словах да что давали что не давали машина и тогда зарплата какая у да многие думают у депутатов там бесплатная квартира навсегда ноги так думаю так вот как какой-то и не знаю было и скорее всего это было давно депутатам на всю жизнь как бы дарили квартиры было такое вы в курсе нет я такое слышал как бы честно не знаю я никогда не стал депутату дают квартиру в жк нурсая мы все знаем как бы не самый шикарный жк до сказать по это это старая же как зато рядом с работой но рядом с работой на учитывая сколько у них там сколько детей и так далее дают дается квад там трехкомнатные двухкомнатные машин нет депутатов есть парк по сути это как такси работает как такси ты если куда-то хочешь по работе поехать ты должен заранее позвонить забронировать машину и у тебя нету стандарт стабильного водителя это работает по принципу такси по сути а личные дела вы не можете нет личные дела даже даже в торговый центр и ресторанами мечеть торговый центр ресторана по своим делам и забери там не знаю сына дочку еще со школы от визит такого нет только куда-то министерство только по работе только по работе и максимум до аэропорта все в этом плане то что все думают бесплатная машина там с водителем все ты ты пользуешься частые но не часто бывает да конечно пользуюсь когда по машине да потому что каких-то местах тебя не пропускает шлагбаум астана понимаете да да ветер снег и так далее куда-то заехал министерство там шлагбаум когда у тебя машина мажлиса без проблем они открывают а пони на у них на своей серии до удэ по моему из-за этого иногда я пользуюсь так у нас собственных машин ни у кого нет такого нет что еще дают все и все ну как бы зарплата есть учитывая у каждого там учитывая от опыта на госслужбе там от опыта работы и так далее есть зарплата я про это зарплата говорил в принципе сколько как трат на все и миссу понятно у тебя опыта на госслужбе нету видимо у тебя парламенте самых маленьких зарплат они смотрят и на опыт работы я так понял потом смотрят на какие-то государственные там ордены и так далее миндебар вы плен чтобы не ошибиться потому что есть имбек ера это по-моему герой герой соцтруда такие снега слушай а здесь очень неожиданно очень неожиданно у меня у меня ерень эмбегушин как бы как-то кто-то решил то что мы делаем для общества такую большую работу и я прошлом году кстати получил я даже не верю мне с акимата звонили я думаю ну как очередная какая-то грамотно я после четырех или пяти месяцев поехал в акимату тогда мне дали это как ты чё это государственного уровня такая медаль и тогда я ладно он дахарает тоже какую-то надбавку дает как у меня зарплата там в районе 840 тысяч что-то такое и вот у депутата и зарплата есть но я так скажу да я я трачу больше потому что с нами работает эксперт и у нас нет аналитического отдела любой законопроект любой депс опрос он должен подтверждаться цифрами это же не просто ты вышел там что захотел на прочитал да это большой глубокий анализ даже какие-то законопроекты какие-то поправки так далее это большая работа из этого мы нанимаем экспертов за свой счет по закону дамы мы имеем право нам государство дает одного помощника мы жились и до четырех экспертов мы имеем право нанимать мы у меня работы 4 эксперт все поняли их ты нанимаешь за свой счет все понятно как бы а квартиры ты государства нет 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 не пользуюсь получается только машина и все машина что еще есть а есть еще этот отдельный тариф для депутатов для депутатов мажлица в этих випах сипах это тоже не так значительно все понял то и все люди думают самолеты там ничего не оплачивается нет такого вот я прилетаю условно на выходных там на подкаст ну на подкаст удар летел вы даже не дали денег на самолет а я знаю что ты наверняка дивиденды получаешь билет такой петля самолет и так далее это за свой счет все понятно а если официально тебя отправляют какой-то регион они оплачивают самолет ну как бы стандартно оплачивать самолет твое проживание какие-то суточные скорее всего дают но обратно мы от этого отказываемся потому что в принципе у нас как наши партии ребята в принципе все из бизнеса как вы сказали получает дивиденды вот мы все регионы объезжали обратно таки мы не спать ни у кого денег не брали мы за свой счет это все как его не оплачивать даже мне писали вы там были в каких-то там таких-то регионах мы можем оплатить там самолеты я сказал отправьте там вот эти посадочные я говорю ладно больше не будем джумус графига нгавай понедельник кунок и лесен джумус графига стандартная рабочий график с девяти до шести бросал от ортас на обед его у нас не очень много разных ну бывает мероприятие куда-то отправляет встреча там с населением и так далее и так далее а раз на больших транс плюс у нас есть партийная работа своя на же партии у нас в партии отдельный офис там партийная работа многие люди приходят прям в офис партий именно говорят там малан депутат биргент шахрунда кельсин кельсин айдат нерсенба ну как бы а раз на без партия на офис на бар транс шинкаке нежим скоб таки я тоже думал как бы это не так все как да 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 аптас на бред пленарное заседание где сосны там где в запросам бусу айтас на живых когда вы там очень много работы рабочие группы комитеты твой отменками у меня комитет финансовый бюджет комитет ты мы узнавим услугу финала с его потом вот эти законопроекты в рабочих группах разных там тоже ты не можешь там микель мим всем бару герексон айту герексон визу муинды какие-то поправки тебя аналитику дают тебе эксперты дают так что там работа очень много помнишь и вначале я еще приказы это тебе не стоишь и снимать вот дословно я тогда эту фразу сказал да за границей бывает время вот бывает момент это даже не успеваешь пообедать бывает моменты не успеваешь что-то снять даже бывает же утром снял там хайрл танк бывает такое что появился вечером ах там бумаги даже даже на спорт вы знаете я люблю спорт у меня весь график сбился вообще сбился я даже ну не могу нормально на спорт пойти и иногда вот эти наши встречи заседания так далее они там до ночи бывает совершенно если люди думают то что депутат там балду гоняет они они сильно ошибаются на самом деле у каждого депутата очень много работы и блает конда это не воздушная работа вот бывает же просто встречи ради встреч нет не так это серьезные как бы законопроект это серьезно рабочие группы это серьезные комитеты и ты там должен участвовать ты должен быть там в теме плане из-за этого бизнеса это почему-то сделал образ депутата он такой депутат кормушкам брошал original 100 их то вот рад ну как слова ляду берлине это не так если ухта посада адам олша шаром на нахты ну как бы не из-за того что делать нечего да ты часами сидишь комитетах ты с часами сидишь рабочих группах еще сеньки лесен джиналска еще блин на на весь казахстан тебя снимают если на реке них так классно и ты там самый самый последний если ты там глаза закроешь тебя сходу снимут да 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 ну как бы снимут не снимут там-то снимают же там за онлайн же и за нами наблюдают люди-то смотрят журналисты смотрят и так далее ну слава богу я пока не видел там прошлого прошлой сессии таких случаев не было чтобы кто-то прямо уснул но честно 6 не бывает как такой темп выдерживает дядя жигули твой сосед это его всегда снимаешь тогда интересно жигули арам с бенберге да я пускал коршем да там же по фамильной же там люди сидят по фамильной и по алфавиту да да по алфавиту по алфавиту и вот куда я пускал коршем жигуляра вроде бы выдерживает да нормально и он активный он очень активного не очень такой мы все помним то что было вот эти разные ситуации то что у них становят она была живота несмотря на это все как бы человек очень оптимистично очень спокойно к этому отнесся видно есть опыт а так неопытный человек я думаю морально уже инфаркт пену или чат от нет нет нормально понял как опыт в бизнесе сильно помогает тебе в этой работе очень сильно ты знаешь что реально там внизу конечно в целом я думаю нам нам как-то вот это надо соединить уже аппаратчики да чисто госслужба и вот этот бизнес вот как делает дубай как делать америка мы к этому должны прийти бизнесмены они очень эффективно работают вы же тоже бизнес надо понимать потому что мы понимаем то что каждый наш шаг каждое наше решение это деньги это эффективность это время соответственно ты как бы четко-четко делаешь вот эти вот эти свои как бы решения свои шаги и этот же опыт нужен на госслужбе и мы как бы какой-то уже бро орта жолын табу герекпыз да кассып келлик пен но мемлекет тэкзметным хосып бро орта жолын табу герекпыз себе в басхаша эти подходы нам надо менять так что как бы опыт в бизнесе он очень сильно помогает но вот глава государства раке извиняюсь тебя перебил говорил с прошлого года да по моему с прошлого прослышащие государства но сейчас реально же начинают выше начинается да 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 есть перемены нельзя сказать что их нет это надо быть каким неблагодарным чтобы сказать такие конечно я сам чувствую вижу по себе я извини перебил нет конечно слышащие государства подотчетное правительство сильный парламент и это это работает конечно борт нас его от грек да внутри там есть люди которые не хотят меняться по старинке хотят но все о ладом дар мин еще вахт быт козыр жанна талас жанна подход пен все по-новому уже надо и это делается вот я сам по своему деп запросу да вот и не будем далеко идти не будем говорить какие-то большие вещи мой деп запрос это было в апреле уже начале сентября президент провел совбез поэтому там поднял этот вопрос по сути шайла в жену смысл аргайент коньякул буду мешает и шинги я президент киджет был проблема алтир каламин кутерген миссари миссари не вон алдада были депутат который поднимали эти вопросы как бы так далее но в целом как проблема то что это очень большая проблема то что наша молодежь умирает то что люди там закредитованы из-за этого и так далее это прям сразу выходит доходит до президента и президента совбезе прям принять конкретный метод так что эта модель уже работает сейчас потихоньку как бы мы к этому идем но это не значит то что надо всегда там кричать за каждую мелочь но у нас же бывает так на перри перегибаем но бар на всем бар давай туберек вот допустим у меня спрашивает постоянно а у вас там как там как бы парламенте может вам дают готовые бумажки там готовы доклады готовые вопросы готовы ответы я такой не видел я такое не видел и нам открыто да вот наш спикер он ерлан жахану и реван жахан и ирлан жахан и господин кошел он тоже ребята если вы видите актуальную проблему поднимать поднимаете никто не будет вам же говорите ашак говорите поднимаете делаете дальше мы только-только за нету такого там что что-то вы должны говорить что-то не должны говорить. Так что... Ваш спикер был Аким Караганинской области. Да-да-да, я знаю, я в курсе. И в то время, ну, как бы, я его тоже лично знаком, я видел его открытость, конкретику, четкость. Он всегда знает, что он как есть, ашрайтендер, и все. Поэтому вот он сейчас... Барда-барда, как бы, что скрывает, да? На самом деле это так. Человек конкретный, человек говорит всегда... И он постоянно, как бы, нам тоже, ну, нас направляет, да? Он говорит, вы госслужащий, вы должны... Ну, есть своя этика, есть свои подходы и так далее. Он постоянно, как бы, нам подсказывает, нам помогает в этом плане. У него очень большой опыт. И, знаете, ну, в любой момент ты можешь зайти. По любому вопросу. Нету такого заранее, запишись, ну, нету такого. В любой момент ты подошел, ты можешь зайти. Ничего себе. По сути, по конституции он третий человек, да? В стране, да? Он третий человек. После спикера Сената и президента. Да, после президента, после спикера Сената. Ну, ты можешь зайти, любой вопрос задать, и получить дельный какой-то совет, ответ. И вот это мне нравится. Уже уже подход есть такой, да? Нету вот этой волокиты, бюрократии. Там, запишись заранее, там, надо дать им пропуск. Нет, вот заходишь, все. Так что в этом плане, конечно, мне это нравится. И, ну, более того, он здравые вещи, он поддерживает всегда. Как бы мы не раз встречались, не раз разговаривали про такие большие проблемы наши и так далее. Какие-то вещи мы советуемся. Как бы он всегда дает такие дельные советы, делится опытом. Где, ну, безбельмитный задкупкой. Бельмитный Арсена на жахта блайс-цендер, нано блайс-цендер. Ну, как бы хорошие советы дает. Так что, я еще помню, когда все-таки мы пришли в баранчат, да, парламентки. Мы же так же думаем, вот, мы республика. Мы красавцы. Мы красавцы. Да, да. Так как бы нам, мы из бизнеса, у нас как бы опыт другой. Ну, да, на самом деле есть такое, но я думал, все-таки будет конкуренция, да, конкуренция с партиями. У нас будет там своя битва какая-то, дебаты и так далее. Как-то встреча была, и спикер сказал, ребят, проблем очень много, нам надо объединиться и решать эти проблемы. Партия и так далее, все понятно, но есть очевидные проблемы, с ними надо все решать. А свои какие-то эти вещи потом. Пермудде, оснащищик, болт. И после вот этой встречи я понял, да, оказывается, нам надо на каких-то этапах надо все вместе, берге, кослыб, объединяться и решать эти проблемы. Потому что, киберная следы, дебатировать эти джурсинг, там, шеет сону был мыть, живем мыть. Друсайта. Соответственно, козыргы таңда, тоже, менің айтатыным, бізге ауыз біршіл керек, бізге бір бағыт керек, бізге біргі керек, и бәрімізге бір мүдде керек. Бұл дөте маңызды. Президент, жанар сөздеріңді айтып кеттіруй, 1 сентября күні, парламентте, посланияда чоткай айтты, бәріміз біргіп жүмістей. Только так, мы построим sairуарна. Ґл, біздің біршіліің, бізге, бізгісіміз, бізге Immer, бізге ары forun chi, көріп б Ішкімі згепабр. Это не, көбісіз Бу, ашуыз вырушуан бі? Скалым, ашырғығығығығығығығығығы үсіңій, бізге, которые на государственной работе, неважно, в бизнесе и так далее. И сейчас совсем другой вектор. Очень сложно перестроиться. Я понимаю, мое мнение, нам нужно еще немного времени, чтобы мы пошли в правильном направлении. Дорогей, я какого мнения? За 30 лет были проблемы? Были. Очень большие и большие. Брак, были и положительные моменты. Да, конечно. Харал говорят, что были и положительные моменты. Согласен полностью. Некоторые не сделали, мы очень много сделали. Даже если сравнивать с Узбекистаном, с нашим соседем. Зачем идти далеко? Соседи Трия Хараганда. Сейчас они очень быстро двигаются. Они открыли свои ворота, они изменили подход. Элементарно, 5 лет назад в Узбекистане поток туристов, годовой поток примерно был 600 тысяч. Они сделали небольшие реформы, министер Минтуризма, небольшие реформы. Вот эти небольшие ключевые реформы сейчас дают результат 7 миллионов туристов. В 11 раз больше. В 11 и больше. Какие-то маленькие реформы, они это понимают, тоже делают. Но мы добились, если так смотреть, больших успехов тоже. Да, у нас ресурсы, но цифры есть цифры. Конечно. Она была закрытой, элементарно какие-то вещи, все катались на аннексиях и так далее. Когда у нас, в принципе, было все открыто, были стимулированы разные программы стимуляции бизнеса и так далее. Многие воспользуются этими программами. Дому был, да, там, 4 Тортпоездом Басталдоки. Да, да. Машакат, да. Жүтедігі өмірлік машакат. Сенің өмірлік проблемаларын. Балашаған, жұмысың, бана, қалай ақша табам, қалай асырайым, анан қалай істейм, балашағамды қай жақа жүверем, қалай үленем, оқуымын қалай. Бұл өмірлік машакат. Да. Кім болсаң, да ол сенде бар. Сен кім болсаң, да. Сен патша бол, сен қол бол. Ол, кім болсаң, да ол біріншісі машакат. Екіншісі, өсек. Сен туралы өсектейді. Сен туралы өсек әрқашанда болады. Алысқа бармайық, әуле пайғамбарларға қарасықты. Олар туралы дайтыққанылық, анау өтерікші, мұнауымнан дай. Олардың қасында біз кімбіз. Сен туралы өсектейді. Үшіншісі, өлім. Өлімнен әлі шкім құтылмады. Құтылмайды да. Қанша технология дамыса да, бұл заңдылық. Сол үшін, бұл үш нәрсе әрғайсымызда болады. Отыр жылда болған нәрседе бізде жақсы нәрселерді болды. Одан кейін өсекте болды. Жақсыстесен де өсек кетсесін, жаманстесен. Қазақта да бар. Қожанасыр күшкентай баланы ешектің үстіне отырғыз қойып, базардан өтет. Сөгізде қалға айтат дейді. Жынды ма, өзі шал, күшкентай баланы отырғыз қойып тү ешекке. Баланы түсіріп, өзі отырмайды ма? Ау өзі шал бейді, ақсандар кетіп баштың. Ертесіне өзі отыратты, ешекті күшкентай балаға ұстатқызып қойып. Базардан өтет. Сол қалқ ертесіне айтат жынды ма? Өзі үлкен басы мен ешектінің ұстыне отырғапты. Күшкентай балаға ешекті ұстатқызып қойып. Отырғыз байды ма күшкентай баланы? Ейе. Үшінші күні өзі де отырмаған, ешекті бос қойғанда бала екеуі базардан өткен. Сол қалып қайтадан айтады. Нолар жынды ма? Неге ешекті қолдан байды? Екеуі де отырмай ешек. Сен не істесен, есен өсі көтсесін. Сен жақсы бол, сен жаман бол, бәр бұрыл өсі көтсет. Сол үшін сын бар, проблема бар. Дім, сен жақсы болды, баға қайбате сахты болды. Не все идеально, но на тот момент это были такие большие прорывные проекты в нашем регионе. Программа бала шахты бола-бұрыл әді? Да, да. 75 тысяч студентов по моим расчетам обучила езды? Бұл әңші. Конечно. Как бы когда у нас были большие другие социальные проблемы, был такой шаг, было такое решение, надо обучать наших граждан, чтобы они видели по миру, как вообще, куда мир движется. Очень правильная решение. И канджама адамшина были малки, таких программ не было ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане, даже в России не было таких программ. Но у нас это было. И соответственно, козыр, енді сол бұл келді, сол үшін көбі сайтады, мысал, мне көб сөйлесем, я бываю в России часто, раншы бывал, бизнесу и так далее. И даже они көрет, блин, сендер бөліксендер, сендерін денгейлерін бөлік, уаз видене, білімдерін, сөздерін нелін бөлік, деп айтап. Нация образованная стала, да? Да, басқаша қарайды бізге. Мысалы, сол менің өзіне барсан, Маскаваның өзіне барсан, сол жердегі орстар айтады. Там, налар бөлік, налар бірақ сендерді көлік, сендерін ой өрістерін, нелерін бөлік, деп. Кезінде де, кеңес заманда да ең көп атылған, ең көп құдаланған қазақтар ой. Менде статистика бар, қанша адам со заманда құдаланы бөлтірілді, қазақтардан, қырғыздардан, өзбектерден, әзербайжандардан, басқа жақтын. Ожақа қарасаң, единиц, салыстаруға келмет бізде мыңдаған адамды. Профессор, академик адамды. Бізде күштарлық бар, білімге күштарлық бар. Мысалы, Алихан Бөкеханов болсын, Ахмет Байтұрсынов болсын, Мұржақ Дулатов болсын, алаш ордан айтатын болсақ, әр қайсысы бір академик, бір профессор. Әр қайсысы. Абай құнанбаевтың өзі, медерсе бұтырген жігіт. Бірақ олардың терең білімдері болғанды. Абай ұйрын бүгін әкелін, әкіз 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 үші. Айтап ұйрын әкіз 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 әкіз. Раке, өйті үшін әкіз 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 әкіз. Имунитет к журналистам, им вопросам сформировался. Самый первый день, я помню, как ты бежал, мимо пробегаешь такой, и забежал. В тот день, как раз, біздің депутаттық медалямыз бен немізді, күшатымызды берген күн. Ол, бана, он жағалауда, правы берік, циктің орталығында болды. Я-я. Пробки, ужасные пробки. А я, ну, я этот город особо не знаю. Мен так семейнке лежат. Мене звонят наши коллеги. Эй, ты чё, 97 депутаттап сидят. Мы все тебя ждем. Одного? Да. Ты где? Я пробка дотурму. Смотрю, еще два квартала, по карте смотрю, два квартала до цик. Я думаю, все, мене чугрин. Да мы жилися? Нет, в цик это было. А, да-да-да. Это было в цик. Я машинадан шығып, жүгіріп келе жатсам, Собо банагы журналист-қарындасымыз мен қарсалды. Кабычка. Да-да. Я көрс, мен шығамын, мен жоап беремісіз сұрақтарын. Мен асығы жатырм. Жоқ, аном, но чыты-чыты. Я пробежал. Я пробежал, жүгіріп кірдім. Уже там немізде алды, күжатымызды алды. Депутаттен бол. Содан басап, сен депутатсын. Мен ол кезде депутатті емеспін. Да-да-да. Формально бұл айтын болсаң. Кеймен шығтымда, тауалдым. Сол журналистті тауалдымда, егер келіңіз. Енді маған сұрақтарын сұраңыз. Олар да сол барында бір сұрақ. Қанғы тар, ану, ану. Мен жауап бердім. Барлы жауап бердім. Бірақ олар бағанағы, мұны депутат жүгірді, бітті, сүйтті. Олара хайп, да. Да, меуач. У него тоже очень сильно вот такие эти были. В этом году у меня тоже, 1 сентября, у нас послание. Я пришел, там пул журналистов у меня спрашивают. Спросили про регионы и так далее, и так далее. И здесь просто вырезку делают. Я был в Лондоне, так как недельный курс там был по госуправлению, по политике и так далее. Я прошел курс, говорят, вы были в Лондоне. Я говорю, да, я это не скрывал. Да, я был, у меня был курс и так далее. А, все хорошо, все взяли, вырезку. Депутат Бердіна Фишхандай регион Абармат. Мы же сегодня говорили, что ты ездил уже. Ну вот, я говорю, блин. Видно было же. Сторисы есть, на страничке партии это все есть, все зафиксированы. Ладно, страничка партии, страничка мажлиса, там все есть. Вот то, что мы были, все прям по датам. Я говорю, ну, мне потом наши, говорят, заложены информации и так далее. Соттос. Я говорю, кошечка, джерем из-за соттос. Ну, как бы, они ловят свой хайп, это раз. Два, это атака. Это атака, так как мы боремся с этими БКшными, да, букмекерами. А именно вот эти порталы, если вы откроете, они без конца только их рекламируют. И когда у меня там некоторые журналисты говорят, почему они именно вас там так сильно любят? Я просто говорю, открой сайт. Открой сайт вот этого ресурса, ты, говорю, поймешь. Журналист открывает, говорит, я не поняла, в чем, говорит, причина. Я открыл сайт, сделала скрин, отправил. А там вот огромная реклама этих букмекеров. Понял. Там на любом этим. Так что это нормально, обратно, да? Да, да. Сентруалы Баған Ағдайвы, Кожа Насыр, ешекпен джюрсе де, ешексіз джюрсе де, ешек кекшкен де балан отырғысады, ол дұрсымез. Онын артынан сөз болады. Ол менімше көңіл аударатын нәрсе емес. Ол, оны да журналисттердің жұмысы де білик. Ол да олардың жұмысы. Біз өзіміздің жұмысымызды жасауымыз керек біз. Біз өзіміздің өзімізге не абзал, не істеуіміз керек, біз сон істеуіміз керек біз болды. Арқарай, әргім өзінің істегені істейді. Бастысы, етін уақыт көрсетеді, ой? Уақыт көрсетеді, е. Кімнің не істегені. Мысалы, қазір көп айтамызға, аны қысынанда үлкен жұмысы жасап кетті. Бірақ кегізде, на моменте көп адамдар оны түсінмейтін. Мысалы, болашақтың өзінің критика болған еді, есіңізден ма? Елімізде үлкен әліметті проблемалар шешілмей, не үшін біз шетелге соншы ақшаға жевер жатырмыз? Бірақ, соңында көрдік қой бар пайдасы. Арина джүзпай есбанала, ол ағандай болмады, брақ, жалп лама пайдас болды. Из-за этого, главное, чтобы мы делали свою работу, и был результат. А так, на пути журналисты, те люди, которые хотят хайпа и так далее, они всегда будут. Ну не все же так. Мне нравится, когда тебе и такие хорошие вопросы задают. Ну нет, конечно, есть и профессионалы, есть, которые знают свое дело. Я же говорю, сейчас почему-то это стало очень трендово. Вот даже посмотрите, какая-то новость, условно там хорошая новость, нету таких больших просмотров. А когда какой-то вюсек, огромные просмотры. Есть такие там порталы, телеграм-каналы и так далее, где вюсек и так далее. Все читают ее. Я не читаю, я даже не подписываю. Я тоже не читаю, но в целом говорю, когда ты делаешь, допустим, есть блогер Уркен Кенжибек. По мне, он один из самых крутых блогеров. В плане чего? Балемымахта. Он любую тематику, любой контент он раскрывает. Тарихамен, Халай Камстегин. Он прям, он работает на контент. Не то, что какой-то там тупой контент, снял все. Он прям говорит, кто это сделал, почему сделал и так далее, и так далее. Любой Нарсин, вот любой. И мне нравится его контент, я смотрю. Но у него нету таких больших просмотров, как у каких-то тупых, можно сказать, таких блогеров, которые снимают какую-то ересь. Ну, а на нын тупой контент, просмотры миллионы. На Ажахта хороший, умный, полезный контент, таких просмотров нет. Соответственно, мы тоже, когда разговариваем, он говорит, блин, цена сезима, билемге умтылатын, куканышке орай, адам аз дит. Слушаем, без дела, вот такой вот контент. А вот, когда ты делаешь какие-то такие, жағымсы ступые контенты, тогда просмотров больше. Сонны, біз аустрыу керекпіз. Но всегда будет злой и добро, правильно? Это же, как бы, это же занглык көмір. Но біздің қолымызда, бағанаға, чақсы контентты көретіндер, чақсы бана, жақсы ғалу умтылатындарды көбейті керекпіз, ал ананазайты керекпіз. Ну, сол біздің жұмысымыз. Раке, Рахмет, еще раз. Давай, один из заключительных вопросов. Вот, раньше до депутации ты всегда занимался благотворительным. Благотворительная деятельность. Помнишь, ОСАРУМЕ, вы всегда собирали, перечисляли, да, и так далее. По-моему, и сейчас также твои коллеги это все делают. И мы делаем, да? Мы же имеем право, как депутаты. Вы имеете право? Да, да. Вот расскажи, пожалуйста, про ту деятельность именно в части, какая благотворительная деятельность на сегодняшний день у вас есть. Понятно, что не особо такие вещи мы всегда стараемся распространять, да? Говорят же там, если делаешь, делай тихо, спокойно и не рассказывай об этом. Но здесь хотя бы какой-то хороший пример. Расскажи. Да, некоторые вещи, я думаю, надо говорить. Это как Тимур Туров говорит, сделал доброе дело, не забудь об этом всем рассказать. Помнишь его эту празу, да? Да, да. Расскажи. Кейберные следы по мне надо говорить. Почему? Потому что, чтобы и другие смотрели, и другие тоже это делают. Примером. Как бы это должно быть. Асаруме дедыңыз, кяхында Абана, улькен нежасадық Асаруме мен. Такой челлендж был. Елю адамға үй. Елю жағдай жоғы адамға. Жалпы, менің сұндай арманға бар, біздің елемізде, бірде бір адамға үй.сіз бұл мауғы үрек. Сұндай бар арманға бар, это выполнимы, на самом деле, если четко как бы нацелен на это идти, это очень даже, у нас всего 20 миллионов, мы это можем сделать. Сонда бір арманға бар, сонда 300-е асаруме мен, асаруме мен, кослы біз не жасадық, 20 күнде елю отбасыға үйсейладық. Оған біз, бағана, тек қына инфа поддерж кемес, бағана, өзімізді Ақшалайда көмегін бердік, и 20 отбасы үйлі болды. Біз өзіміздің бұрыннан фондымыз бар, қайрындылық фонды. Эртүрлі шарылар жасаймыз, мен оған қатсалам, кәзі депутат репеде. Сонғы жасағанымыз, біз бір ауылда алдық, сол оңтүстік қазыстан, да? Мы все проекты наши начинаймыз чемкент. Почему? Оңтүстіктен. Даже бизнес проекты, даже благотворительные проекты. Ну, так как там, если по бизнесу говорить, самые требовательные клиенты. Они хотят дешево, и они хотят качественно. И если там у тебя какой-то проект успешно заработал, значит, большая вероятность этот проект заработает в других регионах. Масштабировать. Да, можно масштабировать. Если он там не заработал, тогда будет сложно где-то другим. Это наша такая, своя концепция. И по благотворительности тоже. Мы выбрали рандомный один аул. Это не мой аул. Обычно бізді калай. Хотя в этом ауле, блин, он мечет, он мечет, никому не нужна мечеть, по сути болот. Или там, мы выбрали один аул. И цель какая была? Это еще до депутатства моего. У нас цель была то, что простые люди могут сделать конфетку. Мы построили такую модель. Мы начали какие-то вещи. Мы там начали обновить. Мы построили мечеть. Нас поддержали местные жители. Почему? Потому что они знают то, что мы... Сол ауылын тұрғындары емес бис. Мысалы, сіздің ауылынызда сіз мечет соғатын босаңыз. Большая вероятность того, что вам никто не будет помогать. Потому что, говорит, дроссу, ауылына соғы жатыр. Оши жерден шықты, кой? Деп, солая, корейт. Ауыл, сіз басқа ауылыға мечет соғатын, мектеп соғатын босаңыз. Сол ауылын тұрғындары ялып, өз келет сізге. Айтат сымбалам кай жахтансын, сәтті сна жахтан. Исі ньюшн, сіздің ауылыға жахталқушын. А онда бізден хандай кумек. Это разные подходы. Сол ауылын сонда инерсия, сонда эффект болды. Мы начали, мы просто изъявили желание, давайте мы вам построим школу, колледж. Пусть этот колледж будет специализированным. Не просто колледж, который выпускает каких-то выпускников, а на рынке не хватает условно механиков. Біз ошерден 100 механик шығарайык, 100 сантехник шығарайык, 100 программист шығарайык. Яуыз тоғында көріп, да. Сол үшін біз сол жақтың бір ауылды алдық, социапрос жасадық. Сол ауылдағы ең үлкен проблема, олар бізге айтты, үшімдік. Джумсыздық, үшімдік, алкоголь. Ол ауылда қаншы адамты? Бір 7000-ға жуық. Күн ауыл? Біз оларбасы, күн көріп, үшімдік, алкоголь. Сол үшін біз үшін бізге ауылды. Біз сол жақтың бірді үшін бізге ауылда үшін бірді. Сол үшін бірді үшін бірді. Сколько ты зарабатываешь месяц, продавай алкоголь? Кто-то говорит 100 тыс. Кто-то говорит 500 тыс. Мы говорим, давай мы будем закрывать эти затраты. затраты как бы твой заработок мы будем давать ты откажись продавать алкоголь алкоголь полностью полностью как бы им идея понравилась почему они ничего не теряют соответственно нибудь не будет продавать алкоголь они они же все же понимают то что все равно шин дик тэнк тэнк бана куб и дега жанжал содан шагат джастарын тублесу содан шагат ора это джарит и какой-то момент мы поддерживали мы давали мы давали деньги так далее и бір уақыт келті олар өздер айтты джектер бізге кереге местендер на шалар біз өзіміз ақсатпаймыз болты да ну да и блай қарасан сол сол ауылда кәзір жоқ сал көп проблема шешілді алюметтік проблема она келіп орып соғу деген зорлық зомблық деген астыр шешілді екінші этап кешкент ябар мешіт табарет біз сол мешіт джунде перейіктедік в итоге мы построили мечеть нову как бы мы оставили старую реконструкцию сделаны реконструкция джасап построили новую мечеть обратно там тоже нам местные пришли до механга давай керепич с меня давай этот бетон с меня по сути мы организовали просто теперь мы говорим ребята давайте построим колледж обратно местный город кто-то этот тут мы мы обратно организовали эту работу мы там зарегистрировали в этот аул наши все компании и все налоговые поступления они поступают в этот аул и мы можем требовать теперь а камнен да не гимна анаджу не местный мы можем дать направлением на нас тем на нас те и так далее поддержали местных бизнесменов без кредит на дали деньги они развили сделали стратегию так как мы в бизнес мы говорим давать ау маленький там мал жаэтн джержок был же где мал до количества мембас джаэл мэймс потому что жаэл мзержу здесь надо качеством кандай качестве надо племенные эти породы ларцу адам тугерек выбрали и икш пароданы и с олар ахша беру олар козыр кадынгы на уже релиске отырып уже бизнес не бәрлігін степ бердік ахшатау жатыр сол ауылда мысалы там отцузыз мүн қырық мүн долларға сатылатын улкен қойлар шығы жатыр улкен қойлар бар бар мен пародасын ұмыттырум сонда энерсия стедік ахал текі мысалы сол ауылдан шығы жатыр соныс дедік кәзір улкен спортзал олимпийский стандартта спортзал соқып бердік бізде бұл ағыр айтым осаны медалин көбісі бокс күрес енді қазақтардың ең жақсы көретін спорты осы еке ол болып тұр біз ек осы бокс пен күресістен ек үлкен зал соқып бердік ол жерде жай ғана залымез үшіне мұқты тренерлерді алып келдік сол ауылдан кәзір чемпиондар шығатыр келешекте құдай қаласы олимпиады дүниет чемпиондар шығады сол ауылдан сол ауылға жек аха жасадық мұсырын сетін қазақстанда меніңше оңдай ауыл шоқ жек ахасы бар ол ол ауылда жек ахабар сол ауылға біззэнспикер мембіргі бардықу сейчас да ерлан жахан шыға бар ол деку барлық стратегиян тандыр масалы сөз жырдай та хуауэй бар ол китайский хозяин хуауэй он свою провинцию үйознал он снес все вот эти трущоб снес и построил коттеджный городок построил там заводы построила открыл рабочие места по сути он бюзнан а у ламбер джумах той же сад мы презентацию сделали говорю наша цель пока стану чтобы наша углы были вот на таком уровне и безбанно джиза улды бизнес ге салай алдах на брон чоу у солдарились какой ванной ким без екенча улыбалым неважно вот мы сейчас увидели этот эта модель работаем в чем кенте мы теперь хотим пока стану выбрать какой-то другой ауыл сона я какой-то он кин баскасная к ослайбер джизау деген измены жопамыз бар эти амбициозны илкин жоба сол жобаны стежатым женеде біздің ойымыз он теккан на біз бутыруемез біз бастаймыз на ауылдағы дай құтарыс деген ауылдағы дай өзінің жергілікті тұрғындары баны кәсіпкерлер бізге қосылып осында үлкен жұмыс жасылсақ ешкімнен еш нәрсе күтпей субсидия берінде бізге көмек берінде деймін өзіміз біз өзіміз бірнәсіз бастауымыз керек өзіміз ауыстырымымыз керек сол кезде ғана бір үлкен нәтиже болады сөмен айналсамыз бағанағы мен қайрындылық қорым ол қайрындылық қордында офисын біз сол ауылдан аштық күртой офис келетін адам кім кесе де елмейтін деймін біз күрі алмадық себебі бағана по графику сәйкес келмеді оның үстіне офис бір жерде көрсететін объекттер басқа жақта болған нәнкен бағана по логистики немнішкі не болды бірақ мен өте қатты қалағам офисқа келіп көрсе қой деп бірақ логистика мен сәлі сәйкес келмеген нәнкен стелінген жобалардың барлың көрді мысалы әр объектке 10-15 минут беріледі бірақ еллан жақаның ұлы әр объектте екесе көп уақыт өткізіп оғанда қаттынады және сол кезде дәйтті біз осындайын қазақстан бойынша транслироват еті барлығына осын көрсету көрекпіз біздіңді ойымыз жалпы сол үшкімнен үшкенге сұрамай әр аул әр аулдың азаматы әр еліміздің азаматы сол үстесе сол үзде бағана үлкен жетеске жетеміз жалпы бұндай жұмыстарда көп нерсе әрекетті маңызды «Тұғақ қызық illegal қызық болатын» кезінде, кезінде кезенде, когда слутан, завоеватель Константинополя, Фатих Султан, он строит голубую мечеть, которую мы знаем, есть Ая-софия, Ая-софия, это бывшая церковь, и напротив он стройит голубую мечеть и И он говорит, есть ко мне внешность алмандер, я сам буду спонсировать эту мечеть, я сам хочу построить эту мечеть, есть ко мне внешне алмандер. И в какой-то момент, когда уже заканчивает этот проект, он во сне увидит то, что браэльды курят, браэль кувшин нандай суты курят, и поставят во сне на весы мечеть, и ставят этот кувшин с молоком. И вот этот кувшин тяжелее мечеть. Он говорит, что за сон такой? И он начинает искать ко мне. Потом выясняется, он разговаривает с рабочими, выясняется, говорит, рабочий, мы когда строили вот эту мечеть, Шашагангезе, в обеденное время, пришла одна женщина, и она говорит, у меня ничего нет. У меня есть, юим дебар, ешкам бар, он ешкам бар, он ешкам, мен куня по анаге, сутын сооб, в общем, сем, не миримя бирим, паска, иштинь кем жухтит, и бугунга, без в общем, шпий, осысыт, мен синергия апкеллена. Мен нау Мештке кумектескин келді, бірақ мен жағдайам жоқ, дейтті. Бірақ Кудайдың көзінше, Фатих Султаның бүкіл шығындарынан, бірақ кувшин, сүт, ауыр келді. Біздегі кәзіргі маңыздысы да осы да. Біз, ешнесен Олянбай, бағана кемпір сияқты, шың жүрекпен бір әрекетін жасысақ, нәтижесі болады. Біз оны өзіміздің нау бірінші ауылмен көрдік. Және де, Құдай қаласа 100 ауылды бұтыргенен кен, 1000 ауыл десекте болады. Себебі қазыстында қазір 6400-де ауыл бар, жалпы жасылатын жұмыс көп. Сол үшін осыны барлығымыз қосылып, тек қана біз емес, әр бір осы кәсіпкерлер, жүгіттер, елін, жерін олейдің азаматтар осылай жасыса, үлкен бір жетісіке жетеміз. Мұңды бұр рахмет. Бұты жақсы әңгімелестік. Енді бүгін, Реке, өзің кілесің, үш кітап әкелдің. Неге ол кітап айтып перші біздің? Жалпы, Рекең айтат, біздің оқырмандарға бір сүйсі епат ретінде оқыр жүрген кітаптарыңда ап келдеп айттыңыз. Соны осы үш кітапты ап келдім. Мен енді ең жақсы кітаптар деп айтпай қой. Нау кітапты қолыма тұсты, алып келе салдым. Бірақ қызы кітап, өте қызы кітап. Жалпы, нау, ғалбой океан, ғалбой океан, ғалбой океан, ғалбой океан, бұл күл стратегиялар, бизнестар бөлінет. Соның бірі өзіме де осы кітаптан кейін көп идея келген кезінде тары жобасы, пана жобасы, сандық проектілері осы кітапты оқығаннан кейін келген. Біз тамақ саласында не ап келе аламыз? Месал, бұлай қарсаң, ұжы алы океан, барлыға ашып тұстан, біз қалай осы салада көк океан, көк мұхитті бері аламыз. Деп осы кітап әрине бір зүріф мозға дейді, онын дәне бермесе де, бірақ жақсы қайығдалары бар, жақсы ойылары бар. Соғышын осы кітапты ап келдім, осы бір оқырманыңызға осы біреу тіеді. Боксіге де жұғысты осын, пары, сандық, пана. Осыдан кен, ол да өзінің бір көк мұхиттін табаты деген еттем. Маңыздысы бизнеста е өзінің көк мұхиттін табу, осы көк мұхиттін табаты деген ойдамыз. Екінші кітап бәріміз білетін Абайдың қыра сөздері. Бұл кітап әлігінгейдің өте актуальны. Актуальны. Қанча жыл өтседе, бана 178 жыл өтседе, Абай атамыздың әткеткен нәрсілері әлігінге ішін сол проблема. Біздің ой өрісіміз, біздің жалпы қазақтартылы көб нәрсе жазған. Бұл өте қызықты нәрсе, бұл сәл мағынасына көңіл бөліп оқса, жақсы сабақ беретін кітаптеп ойлайым. Осы Абайдың қара сөздері. Үшінші кітап, мемлекеттер неге дамымай қалады. Менім осы жақында бітірген кітабым. Өте қызық кітап. Мысалы, бұл жерде айтат. Мемлекеттер, біз айтамыз ғой, қазақстанның дамымауы, үлкен проблемасын бірі, тенізге жолдар жоқ. Сол үшін біздің осы баңыз, экономикалық проблемаларымыз осы. Кебірөлер айтат, тенізге байланысты емес, ол ауарайына байланысты. Мысалы, бізде, бұл айқарасан, солтүстік жақтарды сейгіз ай қыс. Ол ауарайына байланысты. Жетай точны. Кебірөлер айтат жоқ, ауарайы емес, ол дүнге байланысты дейді. Мысалы, біздікі ислам, мысалы, бағана Афганистан дамымай отырғаны ол, экстремистік ислам. Ал, мысалы, бағана Европаң дамығаны олар баңағы өздерінің, мысалы, католиктармен, католик еместердің, протестанттардың арасындағы айрымашылық, католиктарда баңағы. Көп нерсе, нау болмайды, анау болмайды, көп бір өзінің нелері бар. Осы автор, бір мемлекеттер неге қатты дамынды, а бір мемлекеттер неге қатты дамымады деген. Осыны өзінің гипотезаларын, өзінің ойларын, өзінің теориялармен, өзінің нелермен, жұмыстармен көрсет. Өте қызықты кітап, маған, ұнағаны, мысалы, бір Америкада, мен бұлай айтпетейін, атын айтмаймын, өзінің оқиытындар, оқы болады. Америкада географически, бір жерде орналысқан ортасында линия, на жағы Мексика, на жағы Америка. Кезінде Мексиканың жері болған жерді айтап. На жақтағы алюметтік жағдаймен, линиядан кейінг Америкада тұрған қаланы алюметтік жағдайын қарайты. Екі оң салыстырат, аймен көктей. Бұлай қарасаң, бір адам тұржытқан. Мексика инстар көпнесе, ой өрістер бірдей, діндері бір, ұстанатын, ауарай ек жақтады бірдей, мүмкіншіліктер ек жақтады бірдей, бірақ екі оңның әліметтік жағдайын аймен көктеймін. Мексика жақты өте төмен, Американ көте жауғары. Және де сол немен, сол мысалымен ол түсіндірет. Қай мемлекеттер неу үшін қалай дамы жатыр, Қай мемлекеттер неу үшін дамымай жатыр. Өте қызықты кітаптарын бірі, сол үшін осынында алып келдім. Осы үш кітап, қалай, сіздерің ұқырмандарыңызға тейді. Да, да. Конкурс болады ма, не болады, қандай болады нет? Бұл үсловия конкурсы бұл қаписанеу к этому видео. Ну, ау, видео на асына қара есті, неқты жазу шатды. Рәкен қазы, қол қойп берет, қойп бересім. Ө, қол қойп берем. қол өте қымат. Осық таптаты аратамысы. Өзің білесің бір жаз предпринимател шахырамыз студияға. Ой, еміне. Екі үш сұрағы бар. Бүгін біжаз предпринимателіміз, бизнесменіміз, Үшін жаз предпринимателіміз, бізнесменіміз, Так. Ирдаулет студия. Да, давайте. Реке, Ирдаулет. Ирдаулет Руслан. Пожалуйста, все свои вопросы. Айтабер. Я хочу рассказать вам. Всем привет. Рахмет. Итак, все. Ранула. Я беду сон. Я бы не знал проектовые проекты. Я бы научился. Интересный момент. Нам же получился проект. Ирдент. Ирдент. Определение. Рекомендаря. Я бы закончился. Асанойцы, біздің бағытымыз, ол IT-болғаннан кейін. IT-дан көзбірді үлкен бір решене жасадық, ол жанағында логистикаға байланысты решене, жанағында қол жетімді заттарын бәрін шетелден алу, то есть бізді үлкен, то есть жанағында үлкен дубайдағы магазиндер болсын, шетелдегі мысалы, Прада деген магазиндер болсын, сіздер Алматта отырып заказ бересіздерді, анау папучик арқылу келеді. Дегі бұл баса, любой точкаға сіз документ жерсенізде, жанағы біргідің ұда серенес қалып көтің мүмкін баңаса шетелге және де Қазақстанның ішінде жанағын тез әрі жылдам тасмалдау. Сонда продукция жасауатырқ. Енді менде қазір сізге сұрақтарым, сұрақтарым, бізнесдан сұрақтарым. Мен депутат бұңа? Жоқ, енді сіздің бұрынға сағаңыз. Бұрынға бизнестегі, әй, қақыраз осы байлы сатықты. Бізге мендегі өзім, сіз енді бір тематтің сөймен айналысытыз, соған байданысты бір күшігірім сақтарым бәрет. Бізнесте, әсіресе, компанияның масштаби үрітеткен кезде, соған риск менеджменттің рөлі сіз үшін қандай болды? Осында қиын сұрақтат қақтан тау аласындар. Енді, риск менеджмент жалпы мен әрқашында айтам, қатты ақылды адамдар ешқашан бизнесмен болмайды. Себебі бүкілі рисктерін біліп тұратты, тәуекелілікке бармайды. Бизнестағы кәсіпкер деген адам, ол ең бастысы тәуекелілікке баратын адам. Тәуекелілікке барып, тәуекелілікке бел болған адам, ол сол кезде үлкен тәуекелілік үлкен болса, сен үлкен пайда табасын. Тәуекелілің кішкентай болса, рискін аз болса, сен азықша табасын. Сол үшін мен өз басым әр бір жобаларға күрердің алдында осы рискке қырайым. Риск аз болса, ол жүрде ақша аз. Сен сон түсіну керексін. Барлық нәрсен санайып бітір алмайсын. Менің көп досттарым бар. Маккензия жұмыс істейді. Басқа да үлкен бәлші айт 4 дейміз ой. Эрнстон Янг болсын, Прайс Уотер Хаус болсын солар да жұмыс істейдіңдер. Олар өздерді біз өмерімізде біз бизнесмен бола алмаймыз. Себебі біз бүкіл рисктың бәрін білеміз дейті. Бүкіл рисктерді санаған адам, ол ешқашан бизнеске кірмейті. Сол үшін әр бір үлкен бизнесмен ол сәл, қалай айтсаң, сәл баңағы тентектеу болу керекті. Рисктерді білмейтінде сәл тентектеу болу керек. Сол үшін осыны жоғалып бау керек меніңше, сәл тентектікті. Себебі, ең айтқанын бай, үлкен ақшаны, үлкен тәуекелділікке барып, үлкен рискке барып, тек қана құдайдан сұраған адам, үлкен ақшат табады. үлкен тәуекелділікке, үлкен рискке барған адам, өзі афтоматым құдайға жақын болады. Сәл, сенің қатты үлкен проблемам болса құдайға жақын боласын, үлкен ақша да сол жақты жатырды. Біріншісі үлкен риск, екіншісі құдайға деген үлкен тәуекелділік. Сенің мен, сенің мен, сол үшін білмеймі, әр салада осы маңызды сақты. Ал қалай санайымыз рисктерді стандартны. Ол анализден келет, әрине көзді жұм күрес алыпын қажет жоқ. Әр бір салға күрердің алыпында сол сфераның заңдарына қарау керек, сол сфераның конкуренттеріне қарау керек, сол конкуренттердің бағынағы әлсіз жақтарын көрі керек. Сол әлсіз жақтарынан сен үлкен конкуренттердің преимущесты дейді, сонда әлсіз сіте алсаң, сол жерге кіргерек. Мұнандай бос тәуекелілік ол да дұрысыместі. Ә құлай қаласа болады, мен крем, мен демір, мой қашамды машина жоам, ақшатабам десең, олай ақшатаппайсын. Погромче ереке, варма? Ага, ғарашы. Так, бізде осы екінші сұрақ, команданың эффективіні жұмысшы салуы. Левен бұл аса, проекттің эффективіністің білу үшін сіз қандай құралдар қолданалысыз? Мысалы, сізде бір проект бар дейді. Доктор науық сақты сұрақ сұресің сен. Еде, дайсында дайыр, оғы мен сұраққа екен. Докташ, сен оборотың ғанша? Бұна таруынша ма? Жалпы жұмысын оборотыңыз. Сен предпринимателесің ғой а? Аборотың ғанша? 100 миллионнан асат. 100 миллион не? Айсайын. Тенге ма? Да. Сен оңдай сұрақтарға әлі жетпедің сен. Мес сана сол айтайымды. Жұмыс, как бы, эффективніст менеджменті сұраққы. Ол бір, үлкен бір процес болған кезде, үлкен жұмыс барысы болған кезде, үлкен аборот болған кезде болатын әрсе де, әрине ол керек. Мысал, кәзіргі таңда сен бастайсын, өзінің таныстарында аласын, дұрыс көй. Себебі үлкен бір профессионалдарға ақшан жетпейді сен оған айлық төлуге. Дұрыс көй. Аборот нюзсет, жақсы пайдаға түсетінгеді сен профессионал тартасын. Сырттан, мысал, профессионалдардың минимум айлығы 15 мүмдалардын басталатып. Дұрыс көй. Казы сен ондай айлық бери алмайсын, сенде ондай оборот жоқ, ондай пайда жоқ, сен байдер таныс, бір, эзінің жақсы білетін біреулерін шақырасын, бірақ, бір этап келет, саң профессионалдар керек. Профилар сен алу үшін, бағана, үлкен айлық түлесін. Мысалы, бәріміз білетін Каспи, бәрліға айтатпа, маркетплейс, өте модны сөздерді, сон маркетплейс жасам, экосистема жасайым. Жылып, экосистема, маркетплейс жасайым, сөздің меніңше девальвирует етіп кеткен заманы болып көтті, бәріне ұпанай экосистема жасайсы ол. Каспи-нің тарихына қарайтын болсақ, 2006 жылдан бері Каспи өзіне 10 шақты Гарвард, М.А.Т. бітірген джектерді алып, тек қана ақылды емес, практикатарды. Практикатарды алып, әрғайсыны 50 мүмдолар айлық берген. Ол ады, айына тек қана айлыққа 500 мүмдолар құртқан адам. И соны тоқтамай 15 жыл жасап, 2021-де олар IPO ға шықты. Ал... 2021-де мәреке? 2021-де шықты IPO. 15 жыл ол тоқтамай, сонда айлық төлеп келді. Бұндай адамы историяларын артында өте үлкен, жұмыспен өте үлкен шығын жатырды. Мысалы, неге чока олы істей алмады? Мысалы, барлығымыз чока-чока деп баңа айтылды, бірақ істей алмады. Айлы күнгейшін пайдаға шықпаған мысалы, көп жобаларында пайдаға шығалмаған кампания. Күдай қалса, шығатын шығады. Бірақ, Каспиның успех, секрет Каспи, не то, что им повезло. Это крапотливая, большая работа. Өйті үлкен жұмыс, өйті үлкен процесс. И, банамнау көк мухит, бұлар өздерің ғылбы океан түсінді, қайжақты екен. Олар айтты, біз корпоративның клиенттермен жұмыс жасамаймыз, біздікі розинцы болды. Біздікі осы халық пен жұмыс жасау, және де осыны іске асыру үшін дұрыс адамдарды тартып, дұрыс адамдарға бағанағыдай минимум 50 млн долларлы айлық алып беріп, 15 жыл соңын тоқтатпай, 2021-де өздерінің рыноктың аценкасын алды. 20 миллиард, 22 миллиард, 30 миллиард қашыққанды болды. Сол үшін, ондай үлкен жобалар түстегі үшін, сен түсіну берігісін, бұл қалай болады. Жауіп, біздің қасыпкерлерге айтатыным, көбісі шетелдің үлкен компанияларына қарап, со иллюзия мен жүретті. Мен қазір на стартап болам, мен маценк, мен көб адамдар мен кездестім. Мен маценкам 10 миллион дейді, әгор, тоқташ, не үшін 10 миллион? Менің осындай, осындай шетелден, мысалы, букинг бар. Оларды тура менімкіндей, букинг сетті, букингтің на этапе, осындай этапта оның аценкасы 100 миллион болды, менімкін меніңше 10 миллион деп орасылады. Трекшінде саңайын? Ол мен салыстырдың қажет жоқ. Ол бір. Екіншісі, көб адам білмейтін. Мысалы, Америкада көб үлкен алпауыттар өздерін дивиденд шығар алмайды. Көп налогтар, осындай гигант болатын, единорог болатын проектер арқылышғады. Қаншама проект, мысалы, білеміз, единорог мына дейді, рынок раскачивайды. Олға Джи Пи Морган кірет, анау кірет, анау кірет, банктарын бәрілі кіретті. Олар өздерін дивидендтен соқтан шығарды, болты аналалықтар салады. А оны көбісі түсінбейді. Сол үшін, мысалы, бұдышы жирма гиганттың бәлкін біріуақ гигант болады. Аны жирмасында біз сақты ақымақтар, оға ақша кіріп, жоғалтатты ақшанын. А гиганттар өздерін ақшаларын баңыз дивидендті ретінде шығар болады. Өздерінде специальная дейді. Үмішілінің ол компаниям өлтіп күстейді болды. Сол үшін, сонда нәселерді түсіну көрікті, жалпы Америкада, Американың айналымының гиганттар дейміз, IT-гиганты, бесақ пайызын алатты. Бізде сонды түсіну көрікпізді. Сөте-кеки 95 пайыз, әті классический бизнес. Олар да айтады, бізде, мысалы, 100 проект шықса, оның ішіндегі 99-9-ы өшіпқа. Мүмкін да жақсы. Саңын шыңға айтудың қажет жоққа, сен өзің ақылдысын. Менің айтықым келгені жалпы. Сен IT-саласында баңы айты жатысты. IT-саласында өшін надо бұйт акұратным. Меніңше IT-саласына кірмей жатып, бірінші нұқ аяғынды классический бизнес-пен нұқ тұру керексін. Одаң кейін таза пайдаңының бәлкім 10 пайызын IT-ге бөліге болады. Біз примерно 7-саласында қырып. Біз екі жыл бөе, мен негізінде өзім, 2-мің өзім. Раке, следующий подкаст с ним надо сделать. Молодец. 2-мің өзім, 2-мің өзім, 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 өзім. 1-мің өзім. В результате мы проведем в течение всего 3 недель, мы проведем все время, мы поставим этот проект на паузу. Но теперь, вероятно, мы уже как раз о том проекту. В результате, на этом проекте, мы проведем 5 проекты, которые будут работать в рынке. Мы поздно команды, Играет музыка. 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 Играет музыка.